Университет Университет был не только высшей научной установкой, он был центром всей Виленской научной округи, выдавал программы, подручники для этой округи. Это был головная полымя, головная огниска, головный промень, який освятлял адукации в весь Виленский край. Это была первая высшая научная установка на землях Великого князства Литовского. И вместе с этим одна из самых старых в Центральной и Сходной Европе. И она сегодня появляется буйным научным центром. Виленский университет мая долгую и богатую историю. Язуитский коллегиум был утворен в Виле еще в 1570 году. И не в забаве злазки короля и великого князя Стефана Батория, а тримау статус академии. 200 годов Виленская академия рыхтовала наилепших науковцев, теологов, юристов для всей Речи Пасполитой. В 1781 году Виленская академия была реформована в Уголовную школу Великого князства Литовского, а потом в Уголовную Виленскую школу. Однако в Вильмихутке, разом со стратой незалежности, пришла и неповеренность. Что будет с прошлой академией далеко? Оказалось, научная установка будет. Указом императора Александра I от 16-го красавика 1803 года Головная Виленская школа перетворалася у Виленский университет и рабилася центром адукации для усих белорусских землях. Были створены Министерства народной осветы, а так само шесть научных округов у Тымлику-Виленская, у якую выходили все научные установы Беларуси. Кировалася Виленская округа статутом, вельми подобным до статута колешней адукацииной комиссии Великого князства Литовского. Университет, патроном якого становится князь Адам Чартарийский, складался с четырех факультетов. Физика математичного, медичного, моральных и политических наук, а так само литературного с мастерством. Агулом наличвалось 32 кафедры, на которых выкладалось около 55 предметов. До университетской структуры належали богатый ботаничный сад, анатомичный музей, химичная лаборатория. Особливой гордостью была библиотека, одна из найбогатейших на наших землях, и она наличвала около 60 тысяч домов. В 1823 году Виленский университет стал найбуйнейшей научальной установой у России и Европе, переважающей по колькости студентов Оксфордский университет. В 20-х годах 19-го года 36-47 профессоров Виленского университета были уродженцами белорусских землей. Вся родных мы бачим вядомых во всей Европе ученых астрономов Мартина Пачобута Адленицкого и Яна Снедецкого, историка Яухима Лелевеля Медака Августа Битю. Со стену Виленской альмаматор вышли такие славутые деячи европейской культуры и науки, як письменники Адам Мицкевич и Язеп Крашевский, еолох Игнат Домейко, историки Игнат Данилович и Теодор Нарбут, Мастаки Валентий Ванькович и Генрих Дмаховский. До найбольш вядомых в ученых, связанных с университетом, належать астроном, математик и философ Ян Снедецкий. Ягоны брат химик, лекар, философ и освятник Анджей Снедецкий. Польско-белорусский историк и громадский деяч Иахим Лелевель. В ученый агробиолог, экономист и историк Михаил Ачаповский. Литовский историк и письменник Симонас Далкантас. Медык Иозеф Франк. З этого университета вышли люди, которые стояли для вытоков белорусского национального руха. Они действовали в первой фазе национального руха. Это выучение культуры, сопровенности, которая потом станет народом. Выучение фольклора, выучение истории, выучение мовы. Это первая фаза. И уже позднее, на базе этой фазы, началась национальная агитация. И для нас этот университет имеет значение тем, что он подрыхтовал людей, которые начали первую фазу белорусского национального руха. Больше студентов университета была белорусского похода. Хоть университет был центром переважно польской культуры, тем не менее, он рыхтовал и доследчиков белорусского, которые причинились до начала национального руха. Тому не дивно, что минавито тут возникли тайные студентские товарыства филоматов и филаретов. В 1823 году по справе о принадлежности до тайных товарыствах были арештованы десятки наученцев, сирот яких и Адам Мицкевич. После долготерминового тримания за кратами многие были осуджены до высылки у разные города России. Адам Чарторийский был отхилен от кировництва университета. В 1831 году, когда на землях Белой Речи Посполитой выбухнула антироссийское повстанне, сирот ягонных удильников оказался шмат студентов и выкладчиков Виленского университета. Император Николай I в адрознении от Александра либеральничек не стал. Ягонным раскрытым от 1 травня 1832 года университет целком скасовывается. За неполные 30 годов своего исновальня вольнолюбивый Виленский университет стал заправдным адукационным центром для всех белорусских землей. И он снова чинит свои дверы, а маль празд 90-х годов. А ляг это будет уже совсем инший час. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok